Тима разрыва рук на болевом приеме очень важна для всех спортсменов. Это финальная стадия выполнения болевого приема. Представьте, вы выполнили огромную работу, перевели своего соперника в положение болевого приема и не смогли разорвать замок из рук соперника. Это огромный минус для действующего спортсмена. В этом фильме вы увидите несколько разных вариантов преодоления замка из рук соперника, а заодно узнаете, какой замок руками наиболее эффективен. Посмотрите первые два варианта. Первый вариант основан на вращении локтевого сустава. Этот вариант часто используется спортсмен. Второй вариант не так распространен. Цели для выполняющего болевой прием. Основная цель это создать болевое ощущение в локтевом суставе. Ощущение должно быть такое, чтобы у атакуемого возникло желание сдаться. Добиться этого можно следующими способами. Перегибая или вращая руку в локтевом суставе до болевых ощущений. Давайте еще раз рассмотрим вариант, когда с помощью двух рук скручивается локтевой сустав. Первый захват делается рукой со стороны головы. В нашем варианте это левая рука. Вторая рука согнутая в локте. Другой вариант замка руками. Атакуемая рука накрывается своей рукой и подсовывается под ногу соперника. Давайте посмотрим, как преодолеть этот замок. В следующем варианте атакующий садится на партнера. Свободной рукой подтягиваются ноги и убирается нога с головы. Отталкиваясь ногой вы выходите на партнера. Партнер попадает в неудобное состояние. Нижняя часть тела поворачивается в одну сторону, а верхняя в другую. За счет этого скручивания сбивается и замедляется дыхание. И удержать руку в этом положении стандартную предварительную подготовку перед разрывом замка рук. Во-первых, захват атакуемой руки делается в районе локтевого сгиба. Для усиления позиции на болевом приеме подтягивается дальняя рука и делается замок ногами. Руку подтягивают так, чтобы ваш локтевой сгиб оказался на сгибе атакуемой руки. Переходим к следующему варианту. Здесь предлагается использовать ногу для разрыва рук. Посмотрите этот вариант. Чтобы усилить движение, атакуемую руку захватывают двумя руками. Следующие варианты разрыва рук показывает чемпион мира по дзюдо Кацухика Кшивадзаки. Показанные им варианты в некоторых деталях могут совпадать с показанными ранее. Но самое главное, что он разбирает реальные борцовские ситуации. Редактор субтитров А.Семкин